Как правило, как таковых рабочих дней у меня нет, и нет выходных, отпуска тоже не имеется. Просто одно доброе волшебное дело приходит на смену другому. Задать свой вопрос Деду Морозу из Великого Устюга в режиме видеоконференции смогли дети из Самары и Волгограда. В областной столице пресс-конференция состоялась в Центральной детской библиотеке на Аэродромной. Она была модернизирована по национальному проекту «Культура». В общении с «Зимним волшебником» приняли участие юные корреспонденты. Восьмиклассница Елизавета Гавриша занимается в кружке юного журналиста. Пишет статьи для «Стенгазеты». Брала интервью у директора школы и преподавателя. Теперь выпала возможность задать вопрос главному «Зимнему волшебнику». Решила задать вопрос про книги, потому что мне нравится читать книги и узнать, какие книги он читает и читает ли. Богдан Решетников в журналистике пару месяцев, но уже успел со своей редакцией напечатать два номера газеты. Сейчас готовится в тираж новогодний выпуск, поэтому и приехал на пресс-конференцию с Дедом Морозом получить волшебные ответы на свои каверзные вопросы. Дает ли Дед Мороз плохим детям подарки, что он делает летом и как он готовится к 31 декабря ночью. На видео пресс-конференцию с Дедом Морозом приехали порядка трех десятков самарских юнкоров из разных школ города. С волшебником всероссийского масштаба они общались впервые. В одной из самарских гимназий работает целый настоящий медиахолдинг – газета, радио, соцсети и телевидение. Сегодня у нас прям девочки приедут со съемок, записывают там всякие стендапы. С корабля на бал приедут на встречу с Дедом Морозом. Ребята составляли вопросы. Некоторые, некоторые, мне кажется, будут прям спонтанные вопросы. В прошлом году на подобной пресс-конференции дети и подростки задали Деду Морозу из Великого Устюга более 300 вопросов. В этом вопросов было не меньше. Всех юнкоров и блогеров ждали новогодние подарки. А три самых лучших вопроса, по мнению сказочного персонажа, отметили отдельно. За семь предновогодних туров Дед Мороз подарил более 600 тонн подарков. Проехал 50 тысяч километров по России, посетил 800 детских учреждений. В этом году он побывает в 22 городах. Был пока только в пяти, в том числе и в Самаре. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.